Общение с животными дарит людям позитивные эмоции. Недаром во всем мире успешно практикуется анималотерапия. Фаворитами у таких терапевтов являются кошки, дельфины и лошади. На ипподроме ЕГСХ также проходят не совсем обычные занятия по верховой езде. Подробнее в сюжете Евгении Андросовой. Кроме конкуром, а нежной езды и вольтежировки на ипподроме Сельхозакадемии с прошлого года практикуют необычную терапию. Яна Находкина прошла курс ипотерапевта в Иркутске. И сейчас она единственная в республике имеет такой сертификат. Для ипотерапии нужен конь уже более взрослый. Вот, например, он уже спокойный. Он мерен у нас, кастрированный. Да, он даже привыкший к тому, что ее трогают везде. Дети даже щипают некоторые и так далее. Но он очень терпеливый у нас, привыкший ко всему этому. Некоторые дети занимаются у кого плохое зрение или слух. Это тоже помогает им. Если уши вперед, то он все внимание вперед уделяет. Может, ну, надо насторожиться, короче. Он может резко отпрыгнуть или что-то его испугать. Если одно ухо вперед, другое назад, то он слушает вас. Если все уши вот так назад прижаты, то он очень сильно злится. А язык почему он слухает? Радуется. Максим знает, как найти подход к любой лошади. Они его слушаются и постоянно выпрашивают кусочки сахара. Всего в конюшне 9 лошадей. Скаковые, рабочие и частные. Ну, детей мы отбираем. По каким признакам? Есть талант у человека, то берем в спортивную группу. Если таланта нет, но есть большой процент трудолюбия, то тоже отбираем. Талант у Агаты Винокуровой, по словам ее тренера, есть. Несмотря на холодную зиму, девочка не пропускает ни одного занятия. Ну, я просто так с подругой пришла. У нее было как раз последнее занятие. Я просто прям на пробное занятие пришла. Потом на день рождения попросила папу, чтобы он мне подарил вот этот абонемент. Я умею русить, там, галлопировать, прыгаю немножко. Ипотерапия проводится только в теплое время года. А зимой лошади заняты другими видами верховой езды. Верховая езда стимулирует усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружающего мира. А общение со спокойным и добрым животным благотворно само по себе.